кино это искусство в котором изображение играет ключевую роль при построении кинопроизведения современные кинорежиссеры обладают широчайшим набором художественно-выразительных средств и сегодня я расскажу об одном из наиболее ярких эффектных и технически непростых приемов на который публика и специалисты всегда обращают внимание да речь пойдет о съемке продолжительным планом со свободным перемещением камеры без видимых монтажных склеек что может быть круче и азартнее для оператора и режиссера особенно для молодого которому так хочется удивить предлагаю вспомнить ряд фильмов где этот прием использован с умом талантом и пониманием ремесла но начнем с истоков и двинем хронологической последовательности так что никаких топов первым фильмом в истории мирового кино с продолжительным бесперерывным проездом камеры стал наш веселые ребята стыки между проездами маскировались темными предметами на переднем плане которые в конце проезда полностью перекрывали кадр ну и следующий проезд камера начиналась темного предмета при этом один из участков проезда снимался дважды сначала камера развернутая под углом 90 градусов двигалась в одном направлении а после перекрытия предметом разворачивалась и двигалась в обратном отмечу что камеру перемещали по деревянным рельсам а ее горизонтальное положение обеспечил маятниковый штатив этот прием стал популярным и был подхвачен другими советскими кинематографистами но настолько длинного проезда никто из них не повторил первый цветной фильм альфреда хичкока не прошел испытания временем сейчас картина смотрится фальшиво наиграна и даже нелепо но это первый голливудский фильм в котором режиссер снимает по настоящему продолжительные планы в картине порядка десяти таких фрагментов по 7 10 минут каждый некоторые из которых хичкок смонтировал через перекрытие объектами переднего плана безусловно этот фильм стоит посмотреть почитать лям таланта и великого режиссера и тем кому интересен детективный жанр но право у маэстро из картины значительно сильнее еще один советский фильм о котором я не могу не рассказать его снял выдающийся режиссер михаил калатазов и великий оператор постановщик сергей урусевский этот фильм примечателен неповторимой и опережающей время манерой съемки урусевский использовал ручную камеру конвас автомат и широкоугольные короткофокусные объективы его камера двигалась по сложным и разнообразным траекториям удаляясь до общего и приближаясь до крупного плана продолжительные эпизоды с похоронной процессии и вечеринкой на крыше здания до сих пор смотрится очень выигрышно группа использовала для некоторых кадров операторские тележки канатные дороги и даже самодельный лифт для спуска и подъема с камеры если иньорита и любецкий при работе над выжившим вдохновлялись андреем рублевым то фильм якуба определенно повлиял на художественные решения бюрдмана триллер стэнли кубрика примечательно не только великолепно переданной аурой таинственности гостиницы сводящий с ума героя джека николсона но и режиссер с коператорскими решениями кубрик пригласил изобретателя стадикама гарри то брауны для съемки продолжительных проездов по коридору отеля и ледяному лабиринту браун снимавший до этого пробежку роки доработал систему чтобы снимать действия на уровне мальчика сына героя джека николсона таким образом создатели добились еще большего напряжения в кадре демонстрируя происходящее с точки зрения ребенка раз уж начал рассказывать о достижениях советских кинематографистов то не могу не сказать что в союзе был разработан собственный аналог стадикама система стабилизации горизонт а позднее и вертикаль оснащенной гироскопом мосфильм заказал несколько таких штук но американский собрат оказался мобильнее и нашу разработку в конце концов похерили криминальная драма мартина скарсезе заслуженность нескала славу в качестве одного из лучших голливудских фильмов о мафии продолжительная сцена прохода главного героя в ночной клуб снята с применением стадикама с 8 дубля я включил этот фильм в список просто когда дань уважения великому режиссеру и отличному фильму открывающая сцена полнометражного фильма одного из лучших американских режиссеров пола томаса андерсона отчетливо передает привет славным парням камера демонстрирует вывеску клуба с верхней точки после чего спускается и проникает заведение поочередно знакоме зрителей с семью героями кинофильма вот только по исполнению этот эпизод заметно сложнее сцены из шедевра маркина скарсезе помимо открывающей сцены в фильме ночи в стиле пуги есть еще один непрерывный эпизод с убийством этот фильм безусловно заслуживает и просмотра и быть упомянутой дэвид финчер большой любитель технологий как режиссер он состоялся в реалистичных жанрах но это не мешает ему использовать самые передовые киноприем так финчер одним из первых начал применять сцены с виртуальной камерой в триллерах мастер сюжетной картине о попытке ограбления элитной квартиры есть несколько эпизодов спарящей камеры через вентиляцию перекрытия но самый эффектный пролет и панорамы приходится на сцену взлома жилище героини джоди фостер этот фильм я упоминаю из-за мастерского сочетания реальной съемки с кадрами сгенерированными полностью в графике экспериментальный фильм александра сокурова примечательным тем что является одной из первых картин наряду с тайм-кодом которые в действительности снимали одним дублем без склеек насколько мне известно самую помпезную ленту этого незаурядного кинорежиссера удалось снять с третьего дубля кстати фильм неплохо прокатался за океаном заработав на чужбине ограниченным тиражом свыше 3 миллионов долларов в удивительном фантастическом фильме альфонса куарона выделяются две сцены снятый длинным планом без склейки на монтаже самая крутая из которых в автомобиле потребовала от кинематографистов эксплуатации системы доги кэм с моторизированной головой которые крепили на крыше авто камера перемещалась по двум осям но при этом вращалась на 360 градусов заключительная сцена в городе также невероятно хороша и служит отличным примером выдающийся работы всей съемочной группы знаменитый фантастический фильм уже упоминавшегося альфонса куарона попал в этот список в качестве первого игрового проекта в котором настолько длинные планы созданы полностью в графике но если проводить параллели с картиной дитя человеческое то гравитация в каком-то роде читерства и выступает в другой весовой категории все-таки моделировать анимировать и управлять виртуальные камеры не то же самое что разводить мизансцены с несколькими актерами и массовкой давать указание оператору постановщику следить за четким следованием плану когда любая ошибка заставляет все начинать сначала но безусловно оба фильма чудо как хороши это уже третий фильм списке снятый оператором постановщиком эммануэлом любецкий которому везет на режиссеров любящих длинные планы по факту драма александра иньяриту насчитывает свыше 200 скрытых склеек но все они умело спрятаны при помощи монтажа и композитинга плюс реальные кадры здорово перемешаны с компьютерными бердман прекрасный образец талантливого совмещения съемочных приемов с возможностями цифровых инструментов современных программ для сложного монтажа друзья конечно это не все фильмы заслуживающие упоминания с легкостью можно составить еще один аналогичный список или даже два какие бы фильмы упомянули вы оставляйте комментарии и подписывайтесь на мой канал